Каролин Эрве Каролин Эрве Французская вокалистка, дизжокей и музыкант Работающая в жанрах электроклэш и техно Мисс Киттин Факты В 2004 году Мисс Киттин выпустила первый независимый альбом Под названием I.Com Для которого сама написала и музыку и текст Стиль Мисс Киттин характеризует тексты агрессивной социальной направленности Антигламур, клонирование, критика шоу-бизнеса Многие тексты отличаются некоторым цинизмом и содержанием ненормативной лексики А тематика в основном близка к панк-року Мисс Киттин работала совместно с такими исполнителями Как The Hacker, Golden Boy, Sven Fert, Steve Buck, Felix the Housecat, Chicks on Speed, Vitalik И многие-многие другие музыканты Мисс Киттин получила звание королева электроклэша уже в конце 90-х Причиной тому стали записи вместе с The Hacker в треке 1982 и Франк Синатра Окончив школу в 1990 году, Мисс Киттин начала изучать искусство Сначала в Марселе в 1991, а затем сосредоточилась на современном искусстве в Школе изящных искусств в 1993 и 1994 годах Она завершила программу обучения графическому дизайну в Амьене в 1995 году, прежде чем полностью переключиться на карьеру диджея Кумирами Мисс Киттин являются Пин Флойд, The Beatles и Miles Davis В 6 лет Эрвея играла на фортепиано, чтобы вложить своих бабушек и девушек Но начав брать профессиональные уроки, девочка сдалась после двух лет С 5 до 22 лет она занималась балетом В 96-м она переехала в Женеву и примкнула к группе Mental Group Records Первый совместный релиз Эрвея и Амата появился на свет в 2001 году Эта пластинка снискала уважение критиков и вошла в несколько списков лучших альбомов десятилетия Журнал Slend Magazine поместил Фрэнк Синатра на 86-е место в топе 100 лучших танцевальных песен Диджей также нещадно критикует шоу-бизнес, пуская в ход нецензурную критику, чем напоминает каноны панк-рока В сингле Фрэнк Синатра появляются такие слова Вы знаете Фрэнк Синатра? Он умер Из-за которых Мисс Киттин угрожали судом The Hacker это человечек, который одной монотонной ниточкой плетется через всю жизнь королев Рубрика на заметку В 2005 году Sony BMG выпустила музыкальный сборник Electric 80 В оформлении обложки диска был использован большой штрих-код Некоторые супермаркеты потерпели убытки после того, как их продавцы считывали сканерами именно этот штрих-код вместо обычного Располагающегося на обратной стороне диска Сканеры распознавали по коду другой товар, который стоил значительно дешевле Во второй партии дисков обложка была изменена Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх, делайте репосты Рассказывайте о канале И увидимся в следующих видео Пока-пока